Два быстроходных патрульных катера бросаются на перерез танкеру водоизмещением почти в 30 тысяч тонн, вынуждая замедлить ход. В это время внутри зависшего вертолета ждет команды спецназ. На палубу спускаются по канату. Судя по этим кадрам, операция по захвату Стэна Имперо была молниеносной. А вот танкер уже в порту иранского Бендер Аббаса. Судно стоит где-то на якорной стоянке. Выпущена цепь. Причина, по которой иранские власти пошли на задержание танкера, принадлежащего британской компании Стэна Балк, и шедшего под британским флагом, объявлена официально. Танкер под британским флагом столкнулся с иранским рыболовецким судном. Мы пытались выяснить причины инцидента, но танкер не выходил на связь и сменил курс, что в такой ситуации является нарушением международных норм. После этого мы были вынуждены направить судно в порт Бандер Аббас. Тогда представители портовой службы связались с силовиками. Корпус стражи Исламской революции отправил к Стэна Импера быстроходные катера и вертолет. Вместе с самим судном задержана его команда. Экипаж интернациональный. Британцев нет, но есть филиппинцы, индийцы и россияне. Это электромеханика Альгиз Зарецкий и два вторых механика Андрей Русаков и Юрий Усенко. На борту задержанного в Армузском проливе танкера находятся трое российских моряков. Это электромеханик Альгиз Зарецкий, второй механик Андрей Русаков и второй механик Юрий Усенко. Все 23 членные экипажи на данный момент остаются на борту корабля до завершения необходимых процедур. Посольство, в частности сам посол, находится в плотном контакте с иранской стороной для того, чтобы нам предоставили возможность с ними пообщаться. Я потрясаю на этой вести, потому что на борту находится мой товарищ Юрий Усенко. Очень хороший, спокойный парень, очень опытный человек. Надеюсь на скорейшее разрешение данной ситуации. Танкер шел пустым. Держал курс на порт Эль-Джубайль в Саудовской Аравии из порта Фуджейра. Это объединенные Арабские Эмираты. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в это время уже был на телефоне. Набрал госсекретаря США Майка Помпео, а вот соединиться с иранским визави сразу не вышло. Зариф как раз летел из Америки домой. Только что поговорил с министром иностранных дел Ирана Зарифом и выразил крайнее разочарование тем, что в прошлую субботу в Иране заявляли, что хотят деэскалации, а повели себя противоположным образом. Нужно действовать, а не говорить, если мы хотим найти выход из этого. Британские морские перевозки должны и будут защищены. Официальный Лондон поддержали и из Берлина, и из Парижа заявлениями своих МИДов. В Соединенном Королевстве подчеркивают, что собираются разрешить ситуацию дипломатическим путем, не бряться оружием, настаивая при этом на незыблемости принципа свободы судоходства. Правда, эта свобода, о которой так сокрушаются в Великобритании, бывает лишь всеобщей. И в данном случае иранцы об этом, как и обещали, напомнили. Стин Импера был задержан спустя несколько часов после того, как Верховный суд Гибралтара продлил арест танкера Грейс-1, на борт которого 4 июля высадился британский спецназ. Судно перевозило иранскую нефть. В общем, не Тегеран начал этот морской бой. У США прочный альянс с Великобританией. Мы слышали о танкере. У Соединенных Штатов мало танкеров. Сейчас мы используем нашу собственную энергию. Но у нас много военных кораблей в этой области. Один из этих кораблей вертолета-носец «Боксер». Американцы твердят, что накануне именно с него сбили американский беспилотник. Иранцы, показывая видео облета «Боксера», сделанное их дроном, говорят, что с корабля промахнулись. С помощью радиопомех уронили свой же американский аппарат. В Пентагоне тем временем сообщили, что приступают к разработке международной операции «Страж». Вместо проведения Аравийский и Аманский заливы, проливы Баб-эль-Мандеп и все тот же Армузский. Цель – снижение напряженности в международных водах. В реальности, конечно, все будет наоборот. Во время проведения подобных операций присутствует стратегическое преимущество выполнения задач с небольшого участка, не так ли? Абсолютно точно. Мы проводим все наши тренировки и учения именно для того, чтобы добиться подобного эффекта. Команда «Боксера», тысячи человек экипажа плюс полторы тысячи морских пехотинцев. Вооружены до зубов артиллерия, бронемашины и танки. Даже багги, чтобы сподручнее было воевать в прибрежных дюнах. К десантным относятся и два других американских корабля, находящиеся сейчас в Армузском проливе. Джон Пи Мёрта и Харпер Сферри.